Прямое участие солдат Северной Кореи в российско-украинской войне свидетельствует о том, что конфликт перестает быть сугубо двусторонним и становится частью более широкого глобального противостояния. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Экс. Хотите Третью мировую войну? Вы уже находитесь в ней. Граница переедена, и войска Третьей стороны вскоре будут на месте. Другие страны с обеих сторон могут последовать этому примеру. Такие действия уже предлагали британские и французские политики. А мы сами разберемся на Украине. Мы, безусловно, приближаемся к моменту, когда в Европе будет уместно не быть трусом. Мы не хотим видеть грядущие трагедии. Я думаю, что наши страны хорошо осознают, что война вернулась на нашу землю, в Европу. Что некоторые силы, которые уже не остановить, с каждым днем усиливают угрозу нападения на нас. И что мы должны будем действовать в соответствии с историей и мужеством, которого она требует. Сейчас это глобальная война, потенциально мировая война. Очевидно, что российские лидеры и их союзники в Иране, Северной Корее и, в меньшей степени, Китае понимают ставки. Менее очевидно, что это понимают союзники Украины в НАТО, пишет Экс. Ставки повышаются. Хотя северокорейские военные, вероятно, сначала будут выполнять вспомогательные функции, их участие позволит России освободить свои войска для боевых действий на самом фронте. Однако в целом это порождает зловещую перспективу. Возможно, приедет гораздо больше северокорейцев. Это только начало, там еще дальше. Их миллионы тут. Вот новые подкрепления. Рост поддержки России со стороны Северной Кореи может заставить Южную Корею пересмотреть свою позицию. Сейчас Сеул предоставляет Украине гуманитарную помощь и, по некоторым данным, продал США миллион артиллерийских снарядов для дальнейшей передачи Киеву. Однако в Южной Корее все больше обеспокоены военной поддержкой России со стороны Пхеньяна. На заседании Совета национальной безопасности Южной Кореи это назвали серьезной угрозой безопасности и пообещали усилить свое участие в помощи Украине. Будучи там, имея 51 миллион населения, Республика Корея генерирует ВВП на 3 триллиона долларов. В то время как Российская Федерация в более чем в 3 раза большем населении всего лишь 2 триллиона долларов. Далее, значит, вот этот ВВП Республики Корея, он более чем в 200 раз больше ВВП, которую генерирует Северная Корея. И тут нужно сказать, что это страна, которая имеет огромный военный потенциал. Нужно сказать, что только там, скажем так, танков имеется 6 тысяч в этой стране. 12 тысяч артиллерийских систем разных калибров, где-то ориентировочно более 4 тысяч боевых бронированных машин разных типов. Ну и так далее, список продолжать очень можно долго. И это при этом обеспечивается огромным потенциалом оборонной промышленности, которое позволило Республике Корея выйти на лидирующие позиции на рынке вооружений. Нужно сказать, что в 2022 году эта страна сгенерировала, благодаря продажам оружия на международном рынке, 17,3 миллиарда долларов. В 2003-м эта цифра была меньше 14 миллиардов долларов, в 2023-м. И в 2024-м сейчас Республика Корея хочет покорить цифру 20 миллиардов, получив, скажем так, вот эту прибыль от продажи оружия, пользуясь как раз возможностями своей оборонной промышленности и особенностями геополитического положения. Так вот в этих условиях, конечно же, заполучить такого союзника Украине помогает именно Российская Федерация. И если вот этот весь потенциал будет направлен против, скажем так, Российской Федерации, то тут так же мало не покажется. Сеул производит одни из лучших в мире образцов оружия, в частности танки и артиллерию. И потенциально эти технологии могут появиться на поле боя в Украине. Однако остается вопрос, осознают ли страны НАТО все последствия эскалации войны так, как это делает Южная Корея. Экс отмечает, что произошел определенный спад внешней поддержки Украины именно в тот момент, когда ее нужно больше всего. Украинское военное руководство формирует новые бригады, пытаясь увеличить количество своих боевых подразделений. Но замедление иностранной помощи означает, что этим бригадам не хватает тяжелой техники. Об этом прямо заявлял президент Владимир Зеленский. «Возможно, южнокорейская помощь восполнит разрыв, но Киеву не стоит строить свою стратегию, исходя из того, что Южная Корея осознает последствия все более глобальной войны больше, чем страны НАТО», резюмирует автор материала. «Это эскалация военного конфликта. Никогда Путин, зная его характер, не пойдет на то, чтобы кого-то уговаривать, чтобы вооруженные силы какой-то страны ввязывались в СВО и в конфликт в Украине. Особенно, как говорят военные, на передке, на линии соприкосновения. То есть они не отправляют своих военных? Я в это не верю. Я говорю, за Путина, зная его характер. У России населения хватает для того, чтобы вести военные действия». «Если это подтвердится, это вас беспокоит?» «Это будет шаг какой-то эскалации конфликт». «Ури 두 정상은 북한의 핵 미사일 개발과 도발, 그리고 러시아와의 불법 군사 협력을 강력한 어조로 규탄했습니다. 특히, УН 헌장과 안보리 결의를 정면으로 위반하는 북한의 러시아 파병은 한반도와 유럽을 넘어 전 세계의 안보를 위협하는 도발이라는 점에 의견을 같이 했습니다». Редактор субтитров А.Семкин